МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Абаза в студии Марина Будба. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Всемирно известному научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии исполняется 95 лет. Состоялась презентация словаря географических названий Абхазии и других стран на абхазском языке под авторством Вячеслава Черекова. Официальная хроника. С 24 по 27 августа состоится официальный визит министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийско-Арабской республики Фейсалом Мигдад в Республику Абхазия. В составе сирийской делегации посол Сирии в России Риад Хадад. Запланированы встречи сирийского дипломата с президентом Асланом Бжани, а также в правительстве и парламенте республики. 25 августа состоится встреча министра иностранных дел Абхазии на Аларзенбе с Фейсалом Мигдадом. Затем в медиа-центре МИД Абхазии состоится подписание меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между министерствами иностранных дел Абхазии и Сирии, сообщает МИД Абхазии. Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с Фейсалом Мигдадом. Главы МИД России и Сирии обсудили в частности процесс мирного урегулирования на территории Сирии, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Президент Абхазии Аслан Бжани подписал принятые ранее парламентом республики изменения в некоторые законодательные акты относительно нарушений в сфере охраны жизни людей на водных объектах. Согласно документу, за нарушение установленных норм вводятся штрафные санкции. За неготовность пляжей к купальному сезону ответственные лица будут платить штраф в размере от 9 до 12 тысяч рублей. Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу от 600 до 1000 рублей. После подписания главой государства законодательных актов данные изменения вступили в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Новым торг-предом России в Абхазии назначена Залина Кабесова. Распоряжение главы правительства России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Кабесова сменила на посту Владимира Некрасова, который после 5 лет службы был освобожден от должности российского торг-преда по собственному желанию. Ранее Кабесова работала в Минпромторге России. Научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии терапии 27 августа исполняется 95 лет. В этот день, 1927 года, по инициативе группы советских ученых во главе с академиком Симашко, был образован сухумский питомник обезьян. В 1957 году питомник был преобразован в Институт экспериментальной патологии терапии Академии медицинских наук СССР. Исследования, проводимые в институте, позволили решить большое количество медико-биологических проблем, казавшихся к моменту его создания неразрешимыми. Подробнее расскажет Анастасия Никонова. 95 лет назад, 27 августа 1927 года, в сухум на пассажирском теплоходе Пистель были доставлены два павиана Анубиса и два шимпанзе. Остальные 11 особей погибли в пути из Гвинеи в Абхазию. С этих четырех обезьян началась история научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. Еще в позапрошлом веке, это в 19 веке, многие ученые говорили о том, что надо открыть такой центр, потому что уже, слава богу, эксперименты над обезьянами, это еще с древних веков проводились. И к 19 веку, к началу 20-го года пришли к мнению, что этот такой питонник просто необходим, потому что нет ближе животных к человеку, как обезьяны. И в 1915 году Нобелевский лауреат, профессор Меченков Илья Ильич тогда первый раз громко заявил о том, что в 1915 году, что такой питонник необходимо строить. В начале 2024 года уже начались работы, переговоры о том, где будет этот питонник. Были три кандидатуры, это Азербайджан, это Аджария и Сухун. Ну и в результате длительных переговоров пришли к тому, что наиболее благоприятный это Сухун с его мягким субтропическим климатом. К тому времени у сотрудников нового института не было опыта по уходу и содержанию обезьян. Первый детеныш родился только через три года. Много особей погибло. В частности, через три года пришли к выводу, что в питомнике должны быть низшие только обезьяны. Это павьяны гематрилы, это макаки резусы. Дело в том, что высшие обезьяны были очень дорогие. Кроме этого, через несколько лет к этому присоединилась и аморальность участия высших обезьян, так как они совсем близкие к нам. Высших обезьян во всех экспериментах, кроме психологических. Со временем об институте заговорил весь Советский Союз. В ходе работы были изучены наиболее распространенные спонтанные заболевания обезьян. Туберкулез, дизентерия. Разработаны методы ранней диагностики, лечения и профилактики. Изучался патогенез экспериментальной неврогенной гипертонии, коронарной недостаточности и инфаркта миокарда обезьян. Механизмы их развития и лечения. Ну, если по важности, хотя я затрудняюсь в этом сказать, скажем так, в 50-х годах, в конце 40-х, 50-х, здесь работали Виктор Петрович Чумаков и его жена Марина Константиновна Ворошилова. Дело в том, что тогда по всему миру шествовал поля милиты, было очень много смертей. Ну, и мы настаиваем на то, что вся основная работа по производству поля вакцины и поля милита была сделана здесь. Сначала в медико-биологической станции, а потом в институте экспериментальной патологии и терапии. И, кроме того, что эта поля вакцина была придумана уже после перевода в Москву, ее пустили в производство и произведена массовая вакцинация всего народа Союза. Воспитанники абхазского питомника прославились и в освоении космоса. Так, обезьяна по кличке Дрема после возвращения на Землю была подарена Фиделю Кастро, гостившему в то время в Абхазии. Пятая пара обезьян, они, это уже перед самой войной было, они подготовку всю провели здесь, в Сухуми, и потом передали их в Адле. То есть, можно сказать, что три четверти обезьян, даже больше, это наши воспитанники. Все они вернулись благополучно на Землю. Одну из этих обезьян, вот, я ее, кстати, могу показать, Дрема. И вот эта Дрема, интересная его история, когда в Абхазии побывал Фидель Кастро, ему подарили этого Дрема. Но, к сожалению, после войны, когда мы начали изучать, в общем-то, обезьян, выяснилось, что все их последователи, скажем так, ни одной не осталось у нас. Все во время войны погибли. До полета Терешковой в космос мы очень много месяцев здесь крутили самочек павьянов-гамадрилов. Дело в том, что только у обезьян, ну и у женщин есть авариально-минструальные циклы. И необходимо просто было знать, в какой из периодов этого цикла более безопасно посылать женщину в космос. Сегодня в Сухумском питомнике живут более 500 обезьян. Это капуцины, макаки-резусы, павьяны-гамадрилы и другие. Они содержатся в клетках на открытом воздухе. Ежегодно сотни тысяч туристов посещают питомник и угощают экзотических животных фруктами и овощами. Экспериментальные особи содержатся отдельно в пятиэтажном здании на территории питомника. Им, по словам Зураба Миквабия, необходим отдых и лишнее внимание их будоражит. Я искренне хочу, чтобы сегодняшний институт хотя бы немножко приблизился к тому институту, который у нас был. У нас, в первую очередь, проводятся фундаментальные исследования, а фундаментальные исследования, они не дают выход на второй же день. Надо вкладывать деньги, надо вкладывать очень много денег. К сожалению, у нас пока в этом большие перерывы, скажем так. Но в любом случае, то, что сегодня институт такой, какой он есть, я просто боготворю всех сотрудникам института. Дело в том, что до войны ведь на территории Абхазии было 4,5 тысячи обезьян. А когда закончилась война, их оставалось 150 голов всего лишь. И сегодня их около 500, и это огромное заслуга коллектива, который еще во время войны под обстрелом ходил, собирал фрукты и кормил обезьян. Юбилей сотрудники научного центра встретят в работе, отметил Зураб Микваби. А уже в октябре планируется проведение крупной международной конференции к 95-летию Всемирно известного научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии. Анастасия Никонова, Саракуа, Гухава, Абаза ТВ. Команда Абхазии заняла второе место во втором этапе конкурса армии 2022 «Снайперский рубеж». Состязание проводится на полигоне Терепайма в Венесуэле в рамках 8-х армейских международных игр. В борьбе за титул мастера меткой стрельбы состязались представители Абхазии, России, Венесуэлы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы, сообщается на сайте Минобороны Республики Абхазии. Впереди еще два этапа, главным результатом которых станет определение самых сильных и слаженных снайперских пар, которые выйдут в финал вооруженной силы Абхазии, представляя сборное, которое было сформировано по результатам конкурсного отбора. Словарь географических названий Абхазии и других стран под авторством Вячеслава Чирикба был презентован в пресс-центре Всемирного Абхаза-Абазинского конгресса. Словарь содержит полезный справочный материал для географов, картографов, журналистов, преподавателей, учащихся средних и высших учебных заведений Абхазии, переводчиков, филологов, администрации сел и городов Абхазии, а также для широкого круга читателей. Подробности в репортаже Леонора Гелаян. Это первый опыт Абхаза русско-английского и русско-абхазско-английского словаря географических названий Республики Абхазия. Книга также включает русско-абхазский словарь географических названий зарубежных стран, краткий русско-абхазский словарь географических терминов, а также русско-абхазский словарь этнических терминов. Полтора года доктор филологических наук, руководитель Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба, собирал в книгу результат многолетних трудов. Целью является установление написания на абхазском языке нормированных названий, абхазских названий мест и по возможности их точная передача в русской транскрипции и в английской транскрипции, что очень важно для правильного помещения этих топонимов, на мастике, на картах, а также на дорожных знаках. Потому что, когда мы проезжаем по дороге, видим, что большой разнобой царит, особенно вот транслиться на английский язык. Вот есть такое название, вот недалеко от Гудаута, там по-абхазски Альбзра, по-русски Авдзра, по-английски тоже что-то еще, Ацквара, да, есть такое место Ацквара, да, по-русски Ацквара, то есть вот явно что-то все как бы разнобой написано, поэтому таких названий немало, поэтому я думаю, что этот словарь послужит таким справочником для того, чтобы делать научно обоснованное транскрипцию абхазских названий с учетом максимального приближения к абхазскому произношению, это очень важно, чтобы не было искажений. Кроме того, по словам ученого, было важно впервые зафиксировать верные названия стран мира, а также иных географических объектов на абхазском языке. Я вот был член комиссии по орфографии абхазии, новой орфографии абхазии, и я понял, что в ней не отражены вообще названия стран мира, это очень важно, как их писать, правда же, вот, и поэтому я подумал, что здесь пробел есть, и решил заняться вот этим словарем, вот, создал сначала большой список, создал, потом понял, что уже можно его расширить, углубить, добавить какие-то темы, и вот получился вот в итоге такой вот, достаточно такой агрегатный словарь, практически пять словарей в одной книжке. Резиндентом издания выступил фольклорист, доктор филологических наук Валентин Кагония. По его словам, Вячеславом Черекба была проведена детальная скрупулезная работа. Вячеслав Черекба, и у сунта, обрезков, веков, и коколбе, ай-цей, хкал, ха-хай-хам-ху-зам-то, экшпинах-узам-то, а не омарийом география, кхцзы, аж, ты бежгаша, а ку-горахе-ху, ха-ххз-хагрлы, харбада. Условив Субтитры создавал DimaTorzok Действует научная программа по сохранению и развитию абхазского языка и восстановлению истории и литературы. И вот в рамках этой программы выпускаются книги, посвященные истории абхазо-абазинского народа и содействующие, естественно, развитию нашего народа. И когда Вячеслав Андреевич предложил издание этой книги, естественно, Мусах Абайович сразу же поддержал. Мы со своей стороны, как аппарат, сделали все возможное для того, чтобы технически обеспечить скорейшее издание этой книги. И я уже, естественно, имел возможность ознакомиться с книгой. Мы всем офисом в Санкт-Петербурге сидели, с интересом вычитывали все действующие названия, смотрели, как они на самом деле должны называться. И считаем, что это фундаментальный труд, который станет базисом для того, чтобы в том числе и парламент Республики Абхазия принял соответствующие законодательные нормы. Среди гостей презентации был депутат парламента Инар Гицба. Он назвал труд Вячеслава Черик по фундаментальным. Я знаю, что вы давно неравнодушны к восстановлению исконно-исторических названий. Нима в Турции вы огромную работу проводили, я знаю, собирали большой архив. И не только что касается темы данной книги. Но вот сижу и просто наслаждаюсь некоторыми вещами, которые для меня вновь сейчас открываются. Буквально за 15 минут очень много интересного здесь узнал. Что касается применения, конечно же, это очень такая, как сказать, предметная вещь, которую, несомненно, нужно внедрять в обиход. Большую работу в части переводов проделали молодые абхазские лингвисты Любовь Цфейба и Астанда Ахуба. Ценные замечания и предложения, по словам автора, сделали доктор филологических наук Валерий Кварча, старший преподаватель Агу Адгуршинкуба, кандидат географических наук Нори Багабш. Профессор Джордж Хьюитт прочитал английскую часть словаря. Издание можно приобрести пока только в книжном под главными часами города. Абхазию презентовали в Берлине. Об этом сообщает ТПП Республики Абхазии. Мероприятие организовали официальный представитель торгово-промышленной палаты Республики Абхазии в Германии Вольфганг Мацки. Совместно с производителем одной из самых знаменитых коллекций наручных часов «Аскания». Основатель компании Леонард Мюллер рассказал об ее истории и будущем. А представитель ТПП Вольфганг Мацки провел презентацию Республики Абхазии. На мероприятии были представлены буклеты и фильм об Абхазии, подготовленные торгово-промышленной палатой на немецком языке. В мероприятии приняли участие около 40 представителей бизнес-кругов Германии. Участники встречи высказали готовность к установлению торгово-экономических контактов с предпринимателями Абхазии. В презентации также участвовала полномочный представитель МИД Абхазии Хибла Амичба. Иконы с частицами святых мощей передадут на 7-ю российскую военную базу, а также в Абхазские храмы 25 августа. Акция организована в рамках программы духовного укрепления российского воинства, проводимой фондом святого мученика Ванифатия. Иконы по благословению Иерея Виссариона Аплия передадут президент фонда Наталья Мезенцева и руководитель фонда «Хочу верить» Юлия Павлюченкова. Икона святого покрова Божьей Матери с частицей облачения Царицы Небесной будет передана в Кафедральный собор в Сухуми. Частица была привезена из итальянского города Лоретто, дом Божьей Матери. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Барцит, заслуженного работника физической культуры и спорта Абхазской АССР, заслуженного тренера Абхазии, судьи международной категории по конному спорту, кавалеру ордена Агдзапша третьей степени. Валерий Барцит, первый президент Олимпийского комитета Республики Абхазии, внес неоценимый вклад в развитие массовой физической культуры и спорта высоких достижений в Абхазии. Он приложил немало усилий для сохранения кадровой и материально-технической составляющей абхазского спорта в сложные 90-е годы XX века. Валерий Барцит был человеком доброй души, интеллигентный, отзывчивый и искренний. Он любил спорт, умел правильно выстроить спортивную работу и служил на благо развития отечественного спорта, отмечает в Госкомитете по делам молодежи и спорту. 24 августа 1941 года родился Валерий Барцит, заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазской АССР, судья международной категории по конному спорту, кавалер ордена Агдзапша третьей степени. Возглавлял спортивный комитет Гудаутского района, был директором конно-спортивного клуба, начальником команды футбольного клуба «Рица» города Сухом. В 1980-м на летних Олимпийских играх в Москве Валерий Барцит был судьей по конному спорту. На ежегодных народных праздниках Лыхнашта выступал организатором и ведущим конно-спортивных соревнований. В 1989-м был назначен начальником команды Сухомского «Динамо». После Отечественной войны возглавлял Госкомитет по спорту. С 2001 года Валерий Барцит был назначен заместителем министра по делам молодежи, спорта и туризма Республики Абхазия. Избирался первым президентом Национального Олимпийского комитета Абхазии. О Валерии Барцит вспоминает президент Национального Олимпийского комитета Республики Абхазии Валерий Аржба. Валерий Барцит 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 Валерий Барцит